Приветы. После прибытия 2.0 многие копейщики и кабаны стали жаловаться на то, что играть стало из-за остовов врага практически невозможно. В случае с копейщиками мы проверили, там да, очень часто копья и правда уходят просто в одну цель, и сделать с этим что-либо уже практически нереально. Даже если ты разводишь там копья на два веника, то тогда еще чего-то можно, но становится геймплей настолько необычным, скажем так, что хочется про него забыть. Ну а в случае с кабаном сегодня с вами покатаемся и посмотрим. Хотя многие в комментариях писали тоже, что с кабаном точно так же стало нереально играть, все время там эти остовы еще мешаются, никуда не уехать и тыры-пыры, но я на стримах как-то брал его несколько раз уже, и вроде как-то все вполне неплохо. Но тем не менее, это были редкие периодические события, а сегодня мы с вами несколько боев подряд прям на пропалую прокатим и заценим. Как мне кажется, на самом деле вот уже прямо сейчас, так, Конор, проезжай, утюжочек проезжай. О, блин, 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 уходим, уходим, уходим. Так, давай-ка, Баренька, на ускорах свалим от этого вороха пуль мне в затылок. Здесь вон сидит один камрад. Сидит, короче, такой, отдыхает, а что ты отдыхаешь? Вперед ты! Где урон? Я с чем, простите-ка, воткнулся? Вот на самом деле только что сработало именно то, про что я начал говорить, но не успел. Просто-напросто закончить свою мысль, так сказать. Что, как мне кажется, сложность игры с этим кабаном до сих пор связана не с какими-то там стаками, фигаками, гаками, раками и прочим вот этим вот. А с тем, что очень часто случаются вот такие тараны. Ты несешься, прицелившись прям хорошестно так во врага 1183. Вот сейчас, да, удалось вроде как сделать то, что должно было случиться еще в прошлый раз. Но и то удалось как-то так, постольку-поскольку. И пока я, кстати, вагонил на себе всю эту шайку-лейку, мои союзы перевалили... Эть! Прекрасно! Белиссимо! Перевалили всех врагов. Ну, что, Иглабрюху, что, 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 пойдем назад. Что происходит? Победа. И-и-и-и... 361 очко и 15 бензо. По репутации, конечно, результат ни о чем, но свой бензин я забрал. Едем дальше. Сложность заключается именно вот в таких вот периодически непонятных таранах. Даже когда у тебя все в порядке с FPS, все идет плавненько. Даже когда у тебя все в порядке с пингом, особо ничего не лагает. Ты летишь вроде как во врага, втыкаешься в кабину, а игра такая... Пуньк! Говорит, знаешь, а тарана не было. Говорит, ну как, но он был. Нет, не было. И все. И сделать с этим ты ничего не можешь. Ну и да, само словосочетание «сложность игры кабану» наверняка вызывает улыбку. Потому что, по сути, единственная диссложность — это прицелиться ровно в кабину врага. Все. Если все остальные параметры, подходящие, то, что вы говорили, касаемо FPS, касаемо пинга... Не суть. Едем дальше. Да ты шо ж ты такой-то глазастый-то, а? Хотя, может быть, конечно, это вышло случайно. Он просто стрелял по тем союзам, которые перлись сзади меня, пока я крался в инвизи. Слезай с гад... Хорошо, ладно, неплохо. Блин, а чего вас тут так много? Мэри! Да идите вы нахрен все! Да что-то вообще такое происходит-то, блин. Так, погоди. Ага, через ручник оттормозился. Это же не гусеница. Тебя обратно на ноги-то не кинет. Так, баба Оливия, давай. Тормози, тормози. А, да, детка. Следующий. Да ты как? Чего? Зачем ты это делаешь? Дайте хотя бы эту кусну, что ли. Вот так хорошо. Так, и у врага остался один Итон. Команда злобных синих. А мне дали МВП. Внезапно. Хотя я тут вроде сделал с гулькин нос, да? 1361-15 бензы. Вот так вот. Чего сложного в том, чтобы уйти от острого врага, которого вы только что сваншотили? Я не понимаю. Хотя вот в таких ситуациях, как, например, вы забираете какого-нибудь прям жирнющего, огромного, толстого врага в окружении других врагов, вы ваншотите, и да, он сразу оказывается там прямо перед вами, вы не можете уехать вперед или вбок, надо ехать назад, там что-то разворачиваться, у вас в это время другие враги атакуют. Но в таких ситуациях, конечно, да, остров будет представлять проблему. Но давайте по-честному, если вы на кабане и выбрали себе такую цель в окружении красных, то вы сами себе создали эту проблему, хотя могли этого и не делать. Да? Да ж, опять перепрыгнул. Привет, я просто поздоровался, все, пока я ушел. Ах... Вот смотри, вот это вот наглядное прям представление того, о чем я только что говорил. Прям нагляднейшее. Но, правда, давай уже встань, домкрат, господи, отработай ты хоть когда-нибудь. Домкрат отработал, я улетел. Джейми уехала с прицела. Паскуда. Боцкая. Вот паренюшек-то, блин, сел на 40 и стреляет. На нахрен. Все, пока. Лесом не отбил. Драту тебе. Ой, это же был бастион, а я его проморгал. А как я тебе бастион-то так проморгал? Ну, как бы, да, здесь все, приехали. Отличный бой, я считаю. Зато я реально наглядно продемонстрировал то, о чем только что говорил. Здорово. Я вот только что, например, в гараже была ситуация с ботом. А в гараже, как бы, это же вообще гараж, это, вот это пинг-0, это тут на месте. Но я в инвизии его протаранил, его подтолкнуло, а урон как будто не прошел, как будто не было этого тарана. Вот такие ситуации. На самом деле, просто капец, как дезморалит, когда ты играешь на подобном крафте. Так, погоди. Зачем-то врага мне в подмышку запихали, хотя я об этом вообще никого не просил. Пойдем, наверное, сюда, сейчас попробуем. Да отпусти ты меня! Зацепился колесом вообще за эту резинку, а трусов повесило. Так, 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 так. Так, здесь один союзник, правда, уже развернул сюда красных-то. Поэтому никакого эффекта неожиданности не будет. Так, Коннор, ты тоже неинтересна. Поехали. Опа-на! Красиво! Станцевал такой, как балерина. И сейчас, как балерина, бля, пойдут сжигать кабани пердак, судя по всему. Бекон будет, срату. Горячего копчения. На испепелителе верчения. Да, дрон? Слушай, ты, маленькая, что? А, это как сейчас было? Ладно. Господи, опять этот милик примчался. Да, я отсюда уйду куда-нибудь. Отсюда, например. Ты у нас что? Ты у нас что-то, вы видели? Ушел. Блин, надо быстрее встать. Домкрат. Все, уходим, уходим, уходим. Ушли три стака, и все, что было, это шесть урона. Шесть! Карл, урона. С тремя сбитыми стаками. Ну, вот сейчас было шестьсот. Шесть урона было, потому что я ему попал в такую прям... Давай, стреляй плотную. Давай, давай, давай. Молодец, молодец, молодец. Потому что я ему попал еще в такую деталь, как бы... Давай, давай, плотной, давай, жарь, жарь. Я знаю, ты хочешь. Давай, давай, давай. В смысле? Давай. Да не туда же! Ты че мне пол кабаната отстрелил? У него там тачка собрана на костете. Я думал, он сейчас сам себя с тушим отбабахает прямо хорошо и здорово. Ему будет больно. Да ладно, я сейчас специально буду блокировать прицел, чтобы он там союзника не доставал на победу. Отыграем, как сможем. Если я от него отойду, это как бы сразу смерть. Мне нельзя от него отходить. Просто нельзя. Бэкспейсить я его тоже не хочу, потому что... Слышь. Потому что у меня еще есть шансы хранить бензин, но, походу, дело, придется. Блин, как эпично выглядят его останки. А че Брайан делает? А, понятно, Брайан опять эти самые бетонные углы сношает. Ну, ладно. Ему нравится. Нравится ему этот угол. Отстань ты от него. Ну, че, дурак совсем? Ну-ка, Брайан сейчас опять развернется и побежит сношать угол. Че, посмотрим. Не, правда, интересно. Да, смотри, Брайан развернулся и опять улетел сюда же. Брайан. Ой, нет, он смог, он превозмог себя. Какой ты молодец. Много народу пишет, что на 5-6К очень много там ховеров с белыми пушками. Где, где они все? Я бы с удовольствием. У меня вокруг одни долбаные боты до утюги. Я тоже хочу ботов. Вон там Кавказ зато есть. Да, здорово. Оп, привет. Это был бот с медианкой. А не с белой пушкой. Да не надо, отвали нафиг. Че это бот? Дрон, то есть. Это что, датушка? Опачки. Да ладно, таран вообще был неубедительный. Просто никакой совершенно. На нахрен. Хорошо, уже лучше. Но с учетом того, что мне потребовалось уже три захода на одного и того же ховера, назвать это эффективной игрой практически нельзя. Опа, вот это было добротненько. Добротненько было вот это вот. Че ты там прячешься? Че ты там прячешься? Да вылезай. Так, ладно, я сам к нему подойду. Привет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ака. Всего доброго. Я лучше разгонюсь и потом к нему вернусь. Ой, а там, смотри, какая красота перевернулась. Это прям подарок. Хотя Новый год еще не настал. Да, я очень сильно помог тебе, домкосер. И жмых. А он на капкану посадил. Я ему не дал перевернуться только что. Видели, как он прыгнул? Хунька. 270. Блин, я, наверное, бешу уже этого домкосера. Лучше бы я занялся каким-нибудь другим. Здесь вон утюг какой-то есть. Короче, ты еще. А я просто аутирую и мешаю домкосеру делать фраги. Потому что я могу. Хорош я бахнул. Ха-ха-ха. А там кассер даже не видит, что здесь вон какой фраг ты лежит. Просто бесплатный. Приходи ты, бери. Он там что-то катается. Вон не зашел. Он, наверное, еще раз от дезморали, что я у него врагов воровал. Таких прямо стопроцентно выигрышных. Два раза он его обложил, этого врага. Два раза я его выпихнул. Он, наверное, катает материст и скажет, что за там этот самый кабан. Короче, нафига он так делает. А может, и нет, черт его знает. Может, парень устойчивый. Привыкший красав. В красаву тебе ко всякому, так сказать. А может быть, он тоже аутирует. Смотри, я не понимаю, что он творит. Какие-то странные вещи просто суицидальные. Он мог бы сейчас совершенно спокойно забрать этого Кавказа. И тот огрызок. Я же ему даже не мешал. 1777 очков. Что-то я так давно не кабанил рандом, что, если честно, уже кажется, немножко увлекся. Извини, если видос опять получится длиннее, скажем так, чем я его планировал. Потому что с кабаном... Как странно сейчас тень им отображал. С кабаном, на мой взгляд, все более чем ясно, более чем понятно. Что, прям предельно. Ты меня видишь, да? Ты меня видишь. Ну, все, пока. Теперь это моя гора. Что это? Не надо так делать. Ты чего? И так не делай никогда. Мне же горячо. Ты сюда пришел? Нет, ты сюда не пришел. Да хватит! Я тебя попросил... Вот смотрите, сейчас был удар колесом, кстати, но... С кабаном все более чем понятно. Да, именно так. Ну, ладно. С кабаном, правда, все более чем понятно. В таких ситуациях, когда игра просчитывает урон, как бы регистрирует его, что вот да, он был, и при этом ты летел там прямо на врага, в кабину и все это... Ты сделаешь все точно так же, как и раньше. Если у тебя есть ускоры, и рядом нет врагов, то и от острова этого уйти, ну, совершенно никаких проблем нет. Ну, сейчас еще 258 был, ну, был недостаточный разгон, и вроде как нет рейстака, если мне не показалось. Да не суть. А в таких ситуациях, когда тараном вроде как был, ты даже там что-то подвинул врага от удара, но игра считает, что контактного урона никакого не было, а что тут сделаешь? А ничего тут не сделаешь. И никакая там ни физика колес, ни острова врага, ничего ему совершенно не помеха, не дадут ни плюса, ни минуса никакого совершенно к этому. На мой взгляд, все как было. У нас и раньше случалось такое, что эти тачки просто не были зарегистрированы, тачки кабанам по врагу. По крайней мере, вот конкретно этот крафт у меня уже, по-моему, третий год, и он никак вообще не менялся. Там были какие-то незначительные совершенно изменения, совсем немножко в конструкционках на жопе и все, а вот концептуально никаких изменений не было. И в плане геймплея я этих изменений точно так же не вижу. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!